Сегодня мы присутствуем на репетиции рыбницкого исполнителя Сергея Владимира, который накануне стал обладателем гран-при конкурса «Голоса Приднестровья». В перерыве попытаемся взять у него интервью. Впервые Сергей вышел на сцену, когда ему было 4 года. Произошло это благодаря его папе, который руководил вокально-инструментальным ансамблем в городе Каменка. Первые впечатления о сцене и подготовке к выступлению свежи в памяти и сегодня. Дома репетировал на метелке и в расческе пел, вот, и перед зеркалом. Потом пошел на сцену, зрителям понравилось, и мне понравилось, что всем понравилось, вот, и так и пошло, наверное, поэтому. И с того времени жизнь Сергея неразрывно связана с искусством. Музыкальная школа, где он освоил несколько инструментов, потом консерватория. Сегодня, удивляя своим красивым вокалом публику, Сергей связывает такой успех не только с постоянными репетициями, талантливым преподавателем, но и с тщательным подбором репертуара. У меня учитель в селе, руководитель хрустовчанки, такой коллектив, заслуженный в Приднестровье, руководитель Урсов Сергей, он занимался со мной с детства, и я вырос на песнях Магомаева. Все его песни спел, и сейчас в репертуаре много песен его. Именно песня, которую когда-то исполнил Муслим Магомаев, а на конкурсе «Голоса Приднестровья» исполнил Сергей Владимир, произвела неизгладимое впечатление и на зрителя, и на профессиональное жюри. Рыбничанин стал обладателем высшей награды, завоевал Гран-при. Сергей – неоднократный участник различных международных, республиканских и городских конкурсов. Победа в конкурсе «Голоса Приднестровья», по его мнению, – это еще один определенный этап и ступенька к вершине вокального искусства. Это уже девятый завоеванный Гран-при и четвертый Гран-при подряд. Последний четвертый начался в 2013 году в Мелитополе, первый Гран-при, потом в Черновцах через месяц тоже Гран-при, потом в прошлом году, летом перед свадьбой, стал «Голосом Гагаузии» Гран-при и уже четвертый Гран-при «Голос Приднестровья». Волнительные минуты позади, но Сергей не останавливается на достигнутом. В июле этого года он примет участие в международном конкурсе «Без границ», который пройдет в Абхазии. О грандиозности предстоящего конкурса говорит количество его участников, предположительно около 5000 вокалистов. Поэтому все свободное время Сергея дает репетиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok